Вы что, я не поняла, на моем уроке есть собрались? Эээ, ну типа этого. И пускай капает, капает с неба. Никаких телефонов в школу. А это и не телефон. Вы рыгнули. Нет. Я слышал. На встаньте. Это не монстры, это ван лав. Что вы сказали? Лиденька. Ладно, что это за часть тела? Попа. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс и у нас для тебя важные новости. Да, сегодня супер крутое видео на канале Мэджик Фэмли. Это наш главный канал, короче там Аня устроила нам всем спа. Мыло нас всех. Потому что мы были просто мега грязные. Поэтому потом пойди и посмотри это крутяцкое видео. Мы на этот ролик оставим ссылку, как всегда, вот там внизу в описании. Оно заслуживает твоего лайка, поверь. Оно очень эпичное. И на Ане нам канале, скорее всего, тоже новая серия любимых Смешилкиных. В общем, все сходишь и посмотришь потом. Это очень важные новости, но не самые главные. Короче, ребята, есть такой летний детский лагерь, называется он Звучи. Кстати, в том новом видео на Мэджик Фэмли Аня нам еще когти всем подстригла. Было настоящее спа. Вообще-то она еще Мишу и Сави подстригла. Я не думаю, что это кто-то заметил. Так подождите, детский летний лагерь Звучи находится в Сочи. И в нем будет три смены. Июнь, июль и август. И на него мы тоже ссылку вот там внизу оставим. И самое главное в этом всем, то что Аня будет во всех этих сменах. Короче, это будет настоящая Мэджик Туша. И все могут попасть в этот лагерь. Он будет проходить в Розахуторе. Это очень крутое место в Сочи. И там ты будешь не только отдыхать море, горы, солнышко, но и заниматься с профессиональными преподавателями. Танцами, пением, актерским мастерством. И вообще это будет супер мега круто. А еще в конце ребята поставят свой джазовый мюзикл. У тебя есть крутая возможность не просто встретиться с Аней, а очень классно провести это лето. Расскажи своим родителям, они могут просто купить тебе туда путевку, а еще ты можешь. Попробовать выиграть бесплатную путевку в этот лагерь на Мэджик Лето в творческом конкурсе. Мы на конкурс ссылку тоже внизу в описании оставим. Для этого нужно сделать что-нибудь творческое. Поделку там, спеть, танцевать, прочитать стихотворение, снять видео, короче, проявить себя как-нибудь творчески. И выложить это в Инстаграм. С хэштегами Мэджик Лето и Лагерь Звучи, запомни. Еще одно условие это подписаться на Лагерь Звучи и на этот Ани на Инстаграм. Запомни, нужно сделать именно пост в Инстаграме и не удалять его до 15 мая. Потому что 15 мая выберут победителя, который получит бесплатную путевку. Короче, ты можешь провести очень крутое лето. Да, так что не упусти в свои шансы и участвуй в конкурсе, если не хочешь просто покупать путевку, вот. Мы будем держать тебя в курсе всех новостей в наших Инстаграмах. Да, так что потом, как посмотришь видео, чекай все ссылки вот там в описании. А сегодня Юмичо и Кисалиса снова идут в школу. Кстати, Кисалиса всю ночь не спала. Потому что она ушла гулять и всю ночь гуляла на гет на улице. Ладно, вроде все сказали, погнали. Блин, сегодня уроки, а я не спала всю ночь. Надеюсь, смогу поспать под партой незаметненько. Здравствуйте, Кисалиса. Сейчас у вас урок рисования. И ваше задание на сегодня нарисовать пейзаж. А можно я посплю? Все равно у меня нет ничего для рисования. Не надо обманывать, пожалуйста. Вот ваши родители вам выдали и карандаши, и даже краски есть. Но я всю ночь не спала. Можно я просто посплю? Все равно я не умею рисовать. Вы что, Кисалиса, хотите родителей к директору? Ой, бе-бе-бе. Ладно, ладно, сейчас нарисую вам пейзаж. Давайте, давайте. А я пока открою ваш дневник. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Пейзаж готово. Отлично, Кисалиса. Говорите, рисовать не умеете. Видите, как вы быстро справились. Что это такое? Ха-ха. Это что, пейзаж, по-вашему? Кисалиса, вы что, издеваетесь? Вы два хотите? Я говорила, я рисовать не умею. Значит, нарисуйте, как умеете, а не это издевательство. Ладненько. А я вам напишу замечание на уроках перечит учителя. И поставлю вам два заповедения. Я нарисовала. Это что, это по-вашему пейзаж? Бе-бе-бе? Травка, небо, солнце, котик. Вы серьезно надо мной издеваетесь? Не зря я вам поставила два заповедения. Это не пейзаж, понятно? Сами сказали, как умею. Вы плохо постарались, Кисалиса. По рисованию у вас сегодня двойка. Ой, ну и ладно, зато хоть посплю. Здравствуйте, Юмичу. Вы в курсе, какой сегодня у вас урок? Физкультура? Нет, Юми, не физкультура. Жаль. Если вы не знаете, какой сегодня урок, значит, вы не сделали домашнее задание. Эм, как бы вам объяснить? Не надо мне ничего объяснять. Сейчас у вас география вообще-то. Что, правда? Я, эм, блин. Простите, пожалуйста, я забыла. И как вы будете сдавать тест? Т-т-т-тест? Какой тест? По географии сегодня. Ну, я, я, это... Опять хотите два, да? Нет, я все ждам. Ну, хорошо, давайте начнем. География. О, это страшно. Токио, столица какой страны? А, это... А, я знаю, во, во, у меня тут есть. Что это такое? Что это значит? Покемоноландия. Какая еще покемоноландия, объясните. То есть, столица страны покемонов. Я знаю. Страны покемоноландия, Юмичу, не существует. Вы, видимо, очень плохо учили географию. А, пожалуйста, только два не вставьте. А можно следующий вопрос? В какой стране находится статуя свободы? Эээ, а можно подсказку? Может, вам еще помощь зала? А, да, она бы не помешала. Президент этой страны, Юмичу, Дональд. Дональд Дак? Какой еще Дональд Дак, Юмичу? Вы что, мультиков пересмотрели? Еще раз, какой у нас сейчас урок? География. Итак, последний вопрос. Если ответить, я поставлю три. Страна, расположенная в Восточной Азии, в южной части Корейского полуострова. БТС. Что? БТС. Отпустите уже тетрадку. Дайте мне сюда непонятно, что вы там говорите. Еще раз. БТС. Что значит БТС? Страна Корейская. Все. Три. За что это вам ставить три, Юмичу, твердое два? А страна называется Корея. Я почти так и сказала. Сегодня на уроке мы будем не только решать примеры изученных видов. задачи. Повторим нумерацию двузначных чисел, соотношение единиц измерения длины, П прямоугольника, но и... Интересно, сколько ММДенс в одной пачке? Киса Алиса, что это опять у вас тут такое? Это ММДенс. Вы что, я не поняла, на моем уроке есть собрались? Ээээ, ну типа оттого. Ах, вот так вы со мной, да? Между прочим, по ММДенс можно катоматику изучать. Да что вы говорите? Да, сколько синеньких, красненьких, желтеньких, зелененьких, коричневеньких. Хватит, я у вас его забираю. Конечно, чтоб самим слопать. Киса Алиса. Итак, здравствуйте, Юмичу, и сегодня у нас будет урок музыки. Сейчас я открою песню, которую мы будем сегодня с вами изучать. Сейчас я ее найду, и мы начнем. Как вы предпочитаете, Юмичу, хотите ли вы научиться играть на музыкальном инструменте, или вы просто будете исполнять? Просто исполнять буду, да. Как хотите. Вот сюда я поставлю микрофон, чтобы вы себя лучше слышали. Понимаете? Да-да, давайте начнем уже. Взветьтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионеров всегда будь готов. Почему вы не подпеваете? А можно что-нибудь поновее? Опять вы, Юмичу, начинаете учить учителя? Просто это скучно петь. Ладно, давайте спойте, что вам не скучно петь. Че, правда можно? Давайте, давайте, я вам посмотрю и оценку поставлю. Ладно, погнали. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кружок к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят звонки без ответа, дайте к тебе, дайте к тебе. Какой кошмар, а есть что-нибудь более нормальное? Я могу попробовать. Давайте, попробуйте. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы вам жрала, вот один раз, я бы стала самой бедной из людей. Если мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы вам звала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Стоп, 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 Юмичу, остановить этот ужас. Это просто кошмарные песни, я ставлю вам два по музыке, а по поведению поставлю вам два с минусом за то, что вы сорвали мне урок. Я ухожу. Это что, получается, типа домой можно, значит? Ладно? Держи, 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 руку мою, держи. Киса Алиса, сколько вам говорить не носить телефон на уроке в школу? Вы опять за свое. А вы про это? Это даже не телефон и не айфон. Да что вы говорите? Я что, слепой? А что это, по-вашему? Это ластик. Обычная стирательная резинка? Необычная в виде айфона. Ну ладно, хорошо. Когда Петр Первый открыл окно в Европу, киса Алиса, вы меня слушаете? Алиса, чем вы там занимаетесь на уроке, пока я рассказываю? Алиса, что у вас там такое? Ну-ка, покажите. Это что такое? Да, это айпэд на планшет. Я же говорю, никаких телефонов в школу. А это и не телефон. Итак, Юмичу, у нас урок труда. Вы сделали поделку дома? Да, вот моя поделка. Что это такое, Юмичу? Это не похоже на поделку. Это визун. Вы хотите сказать, что вот эту ерунду вы сделали дома своими лапами, да? Ну да, я старалась. Сделать классный антистресс. Видите, какой он красивый, яркий. Юмичу, это не поделка своими лапами. Вы простите меня, но это какие-то сопли. Я вообще не знаю, чем вы дома занимались. Покемон? 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 Юмичу, я вас спрашиваю. А да, это лизун антистресс. Я не могу за это вам даже три поставить, покемон. Смотрите. Один ученик сшил медведя своими руками, другой сделал натюрморт из шишек. А вы что, красную козюлю, простите, которая еще и к тетрадик вашей прилипла? Вы просто ничего не понимаете, вот. А, это я, по-вашему, не понимаю. Знаете, как лизу нас сложно делать? А вот зато мне три с минусом вам по труду поставить совсем не сложно. И то тройка, потому что вы пару часов своей жизни потратили на непонятно что. Это же несправедливо, это же лизу. Ну пожалуйста, поставьте хотя бы четыре. У меня никогда не было четверки, а не только двойки. Так вот, радуйтесь, что у вас хотя бы первая тройка в дневнике. А поделка ваша недостойна нашей творческой стены. А почему? Юмичу, вы что только что сделали? Вы рыгнули? Нет. Я слышал, я... Кошмар. Итак, у нас урок труда, киса Алиса, вы тут нас свинячили на своем рисовании. Ладно, это ваша поделка, вы сказали. Это разве самодельная поделка? Да. А по-моему, вы меня обманываете. Не-е. У вас было домашнее задание сделать что-то своими лапами. Это что? Это же шарик покупной из магазина. Э-е, неправда. Я его сама купила своими лапами. Значит, он почти самодельный. Почему вы постоянно издеваетесь над учителями? Как вы можете выдавать это за свою поделку, если вы это просто купили? Признайтесь, что вы это купили, и я поставлю вам три с минусом. Но станьки, я вообще не спала. Я же призналась, я купила ее своими лапами. Значит, вы это не делали, вы признаетесь. А вы правда мне три поставите? Нет, я вам вру, как и вы мне. Вот и поговорили. Вы знаете, что это такое, киса Алиса? Что? Нет, и мне все равно, потому что я хочу спать. Я всю ночь гуляла. Вот в том-то и дело, вы всю ночь гуляли. А это то, чего у вас никогда не будет. Мистер, станьки от меня, мне ничего не надо. Это золотая медаль. А, да? Ну-ка, дайте тогда, дайте мне ее, дайте. Нет, вы ее не получите, знаете почему? Потому что вы двоечница. А, ну ладно, тогда я буду спать. Киса Алиса, вы понимаете, чтобы получить эту медаль, нужно учиться на одной пятерке. Без нее вас никуда не возьмут на работу. Ну ладно, посмотрим, как вы в одиннадцатом классе захрапите. Сегодня на нашем уроке Дога Литературы мы будем изучать великое произведение великого автора Юмичу. Что вы там делаете? А что, я слушаю. Что у вас там такое? Это просто, просто, это такая штука. Вы снова играете в какие-то игрушки на уроке, вместо того, чтобы слушать меня. Поэтому у вас двойки. Что это такое, Юмичу? Объясните, неужели это интереснее литературы? Смотри, какая литература, но я не скажу, что это. Опять эти ваши уродливые игрушки, что они означают? Вы, вы, вы все равно ничего не поймете. Ах, я не пойму, зато поймет директор и, наверное, ваши родители, да? Только не забирайте опять. Нет, я конфискую у вас это. У меня уже целая коллекция этих уродливых монстров. Это не монстры, это вануав. Что вы сказали? Ничего не... Мама Ивановна, можно мне поспать, я всю ночь не спала? Какой поспать, Киса Алиса? Вообще-то у нас сейчас урок биологии. И сегодня наша тема будет изучение строения кошки. А, какая нудятина-то. Итак, у кошки на голове есть ушки, носик, глазки. А тело состоит из передних лапок, туловища и задних лапок. А также хвостика и чего еще? Киса Алиса, чем вы там опять занимаетесь во время урока? Это что такое? Фу, что это еще такое? Это антистресс. Опять вы едите во время урока? Это несъедобная, Мария Ивановна. Это антистресс. Когда ты на стрессе, тебе нужен антистресс. А с чего это вы у нас на стрессе, дорогая моя? И не спала всю ночь. Мы изучаем строение кошки сегодня. И строение непонятного желе. Эх, а можно тогда изучать хотя бы строение кошки? На моем котике. На каком еще вашем котике? Сейчас покажу. Вот, смотрите. Это что еще такое? Вы опять свои дурацкие игрушки на урок притащили. Пожалуйста, и по нему я уже выучила весь урок. Да что вы говорите? Ну хорошо, давайте проверим ваши знания, и я поставлю вам оценку. Как называется эта часть котика? Ой, уши. Это что такое у котика? Лапки. А это какой орган? Ой, ну Мария Ивановна, это хвост. Ладно, а что это за часть тела? Попа. Ну хорошо, только почему у вашего кота рога? Эх, ничего, вы не понимаете, Мария Ивановна, кота. Потому что, киса Алиса, вот это кот, понятно? А не, это непонятное существо. А по биологии я поставлю вам три с минусом, включая ваше поведение. Посмотрите, киса Алиса, вы же просто кошмарная ученица. В вашем дневнике одни двойки, это ваша первая тройка. Ага, ясно, урок уже закончился? Да, закончился. О, ну наконец-то можно домой поспать. Кошмар. Ну, вот и все. Родители моего, ну и Миша, нужно сделать выводы. Лучше воспитывать своих детей. Э, ладно, мы подумаем. А ты иди смотри ролики. На других наших каналах, да? А вы плохие родители и плохие родители. Отстань, отстань. Плохие, плохие. Мы старались. Короче, иди смотри ролики. И участвуй в конкурсе на... Что-то такое вкусное на полу. На Мэджик Лето на бесплатную путевку в лагерь. Звучи, где ты можешь встретиться с Саней. Три месяца подряд поставишь мюзикл и вообще круто проведешь время на летних каникулах. Пока.